Или в 3 часа ночи, я уж точно не помню, и вроде как тут с монтажом получше, и вроде как всё это идёт, сделали всё более удобно, более получше, поднятие онлайна, возможно, что всё это лишний раз сказать, как вам больше нравится, так, или так, или наперекосяк, или когда вот было так. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Не так давно я запустил новую рубрику, новый плейлист, новые вот эти, знаете ли, все прочие вещи, и дело в том, что, ну, понимаете ли, в чём дело, вот эта вот вся моя новая рубрика, вот эти вот все экспресс-ньюс, в котором я обсуждаю, знаете ли, не одну новость, а несколько каких-то очень мелких новостей, и по итогу получается, будто бы я обсудил одну какую-то большую новость. Эти видеоролики, этот видеоролик, по крайней мере, самый первый, он побил, ну, практически все антирекорды, потому что, я не знаю, когда выйдет данный видеоролик, но я полагаю, что там на том видео не более 200 просмотров. Возможно, я сам в этом виноват, потому что выпустил видеоролик очень поздно, там в 4 часа ночи, или в 3 часа ночи, я уж точно не помню, и типа там, знаете, за всё это время в виде подписок, оно куда-то всё далеко ушло, люди всё это не посмотрели, и по итогу вот всё получилось как-то так. Я не могу это знать, однако, ну, понимаете ли, в чём дело, когда я вижу, что просмотров мало, я понимаю, что нужно всё это продолжать, потому что я не хочу быть вот этим, знаете, конъюнктурщиком, который постоянно вот потворствует всему тому, что набирает просмотры, постоянно за всем этим гонится, я не хочу, знаете, таковым быть, и поэтому буду делать вот эти вот свои, знаете ли, антихайповые новости, для того, чтобы вам всё это нравилось, и вроде как тут с монтажом получше, и вроде как всё это идёт намного меньше, и вроде как всё это намного лучше. Однако, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самому вот этому вот видеоролику, к самим вот этим всем новостям. И ко всему прочему, сегодня новости еще более скучные, чем были до этого. На Флинн Мобайл появится система, с помощью которой владельцы имущества, которые не появляются в сети, будут терять его. Суть проста, если владелец не отыграет от 3 до 10 часов за месяц, то имущество изымается. И понимаете в чем дело? Когда-то давно, вроде как, на форуме Advanced Rule Play предлагали сделать нечто подобное, или даже вроде бы как это где-то было реализовано, то ли на Даймонде, то ли еще где-то. Но по итогу вся эта задумка, она как бы ушла в пизду, в небытие, после того, как, типа, чуваки взбунтовались, такие, блять, ну я все это купил, хули я должен заходить, вот это вот все, блять, делать, нахуй мне все это надо. По итогу все это убрали, по итогу как-то, знаете, сделали все более удобно, более получше, и всех все устраивало. И сейчас Flynn Mobile, как, наверное, такой, знаете, какой-то, я не знаю, новатор, или вроде того, в мобильной, во всей этой сфере, он решил сделать нечто подобное. Разумеется, с точки зрения конкуренции, с точки зрения, вот, поднятия онлайна, возможно, что все это еще в порядке вещей. Но с точки зрения игроков, с точки зрения, вот, какой-то человечности, ну это же пиздец. Хотя, отыграть нужно не так уж и много часов за месяц, поэтому, наверное, это в порядке вещей, и особо тут более обсуждать-то и нечего. Переходим к следующей новости. Следующая новость, я решил, так, знаете, разбавить, потому что тут, в основном, публикуется сейчас Flynn Mobile, а я от всего этого, как-то, хочу, знаете, отстраниться, потому что Flynn Mobile мне не платит. Да еще у них там, вроде как, какие-то конфликты с моим дорогим, то ли другом, то ли нет, Андре Сукры, поэтому зачем все это, знаете ли, осиное гнездо, лишний раз ворошить и вообще, вот, все нечто подобное делать, это не надо, это не нужно. В Flame Roleplay показали дизайн и функционал нового спидометра, какой вам больше нравился, старый или новый. Опять-таки, нас просят, знаете, как-то проголосовать, и вы, разумеется, можете за все это, знаете, тоже отдать свой голос, сказать, как вам больше нравится, так или так, или наперекосяк, или когда вот было так, или когда было до этого и все прочее. Вообще, с Flame Roleplay у меня какие-то очень странные отношения, вроде как, там, знаете, создатели комментируют все вот эти вот видеоролики, говорят, зайдите туда, посмотрите то, можно зайти в блок разработчиков, там тоже постоянно все это пишется, но по итогу, Flame Roleplay, Flame Mobile и все вот эти вот прочие проекты, все вот эти вот прочие сервера, они как бы закрыты и особо, но тут ничего, в общем-то, и не поделаешь, и поэтому, ну, да, вот, Flame Roleplay закрыт, ждем открытия, переоткрытия, разморозки, всех прочих вещей. Когда там все это будет, когда там все это разморозят, когда будет нечто подобное, я жду, чтобы вообще посмотреть, вышло ли у них что-то пофиксить, вышло ли у них что-то починить, вышло ли у них там что-то прочее, и вот, в общем-то, ждем, вы тоже можете ждать, а можете написать то, что вы ждете в комментариях, можете написать то, что вы ждете мне в личное сообщение ВКонтакте, я все это читать не буду, но вы мне, типа, зафлудите, я такой, типа, болять, мне зафлудили, я все это читать не буду, вот. И последняя на сегодня новость, это то, что Flynn Mobile показали будущую систему кальянов Скорее всего, создана она просто для развлечения игроков Но было бы странно, если бы, знаете, был какой-то квест, типа, с кальянами Нужно зайти, там, подымить кальяны, поделать какие-то прочие вещи, вот И по итогу, вот, как-то всем этим заняться, чтобы, типа, вы, там, дымили кальяны каждый день А ежедневный квест на все эти, вот, кальяны, на кальяны, на прочие вещи Это же странно, это странно, это глупо, это непонятно, это вообще для чего оно всё делается Непонятно абсолютно точно, да и, в общем-то, всем на все эти кальяны поебать похуй И просто, типа, да пошли они нахуй, эти кальяны, кто их вообще дымит, кто их вообще курит, да и кому они, в общем-то, нужны, вот И, разумеется, развлечение игроков, ну, такое туманное развлечение Что-то на уровне, вот, знаете, вот этого вот спа-центра от Андрея Ринга Когда он говорил то, что, вот, у нас будут спа-центры, чуваки будут заходить, там, знаете, отдыхать перед тем, как выйти из игры И, таким образом, онлайн на сервике он будет задерживаться кальянами, спа-центрами и всякой вот этой вот прочей хуйнёй вы онлайн не удержите Онлайн можно удержать хорошими обновлениями, приятным игровым модом и замечательной рекламной кампанией А всё остальное, это, как вы можете понять, полная поебень, полная хуета, полное вообще говно А вот, поэтому, что-то наподобие того Это был второй выпуск Экспресс Ньюз, я вообще, знаете, не любитель вот это вот считать выпуски, делать прочие вещи Это осталось, там, знаете, где-то в 2013 году, может быть, в 2012, может быть, ещё в каких-то вот этих вот всех летсплеях А это, как вы понимаете, не про меня А я, кстати, играл на проекте Аризона, Руэлли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании Там же в описании мой промокод NoToxic54, там же в описании ссылочка на мой телекрам-канал Там же в описании много всяких разных вещей, в том числе мои соцсети, в том числе все мои прочие вещи Добавляйтесь, подписывайтесь, делайте прочие вещи, заходите на Аризона РП, ждите экспресс-выпуски новостей И всем спасибо, всем до свидания, всем пока, всем всего хорошего, всем... Субтитры сделал DimaTorzok